здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня вот у нас вторая запись с светланы валентинной и вот почему во первых накопились вопросы во вторых я очень попросил рассказать еще о историях таких показательных из огромного опыта который у нашей гости есть и вот о чем идет речь напомню кто не смотрел прошлое видео сразу скажу посмотрите обязательно речь идет о таких изделиях содержащих в себе микросферы которые обладают одним интересным эффектом вернее даже скорее всего тремя о которых мы говорили в прошлом видео повторять сейчас не будем и скажу лишь что это старая медицинская еще советская разработка применялась она в ожоговых центрах для очень тяжело больных людей которые получили большую процент степень ожога тела и вот там выявили случайным образом дополнительные эффекты которые оказывают и эти технологии эти изделия соответственно на человека положительные дорогие друзья вот эту маленькую вставочку которая сейчас пишу в данное видео я записываю после того как мы закончили интервью со светланой просто я хочу вам несколько важных моментов сказать кому то сейчас покажется когда вы посмотрите по крайней мере начнете смотреть это видео что это какая-то неправдоподобица ложь там обман и так далее вам вот что хочу сказать во первых изначально меня тоже закрадывалась после первого видео такие ну скажем сомнения я изучил подробно во первых не этого человека и скажу что то что через что она в жизни прошла вы кое-какие вещи увидите там но я имею в болезни серьезные так далее и и главное отношение к жизни ее вера в то что любое слово имеет последствия но кармические если хотите и так далее она свято в это верит я вас уверяю что она честный порядочный человек и все что она говорит это правда некоторые вещи о которых она будет говорить но это сложно что называется поверить в любом случае я хочу вам что сказать как бы там что ни было во первых я тоже сейчас начинаю пользоваться этими изделиями я подарил своим всем ну родственникам жены своим эти изделия многие подушку там универсальную повязку и так далее очень важно вот что учесть естественно медицинские рекомендации я рекомендую соблюдать это все совместимо разумеется и параллельно выполнять верно пока необходимости медицинских назначениях существует конечно естественно питание правильное никто не отменял кстати об этом потом светлана питание кое-что интересное скажет как изменились потребности организма как она кстати перешла сама на вегетарианство когда так сказать начала пользоваться этим подушками сама того не думая и для нее это было шоком она кстати там интересно это психологически обосновывает и даже я бы сказал так вот энергетически но вот витамины важные натуральные естественные природные органические минералы вот эти биодобавки из природного сырья ну такие как спирулина хлорелла фокус это все очень важно не воспринимайте что-то одно как панацею поймите что панацея если так говорить или можно сказать так ее нет или можно сказать по-другому она есть но если мы говорим подразумеваем под ней системный комплексный подход когда мы учитываем все факторы насколько мы можем их учесть вот тогда это действительно результативность близко к 100 процентов можно представить что если такие результаты есть вот применяя только скажем ну или практически только одни вот эти изделия вот эти технологии с микросферами то что же будет только можно представить когда человек начнет применять все правильные меры или по крайней мере большую из них часть в комплексе совместно но это понятно огромное количество отзывов пришло мне вот от тех людей кто уже пользовался этими изделиями очень много положительных отзывов ну что ж дорогие друзья это было моё маленькое такое вступление записанное после уже записи данной беседы а теперь наслаждайтесь смотрите я вас очень прошу смотрите целиком полностью очень важные вещи там и в середине и в конце очень важные поверьте мне посмотрите до конца и пересылайте своим знакомым близким друзьям да ну и самое главное что называется как всегда то забыл бы и забыл в самом видео сказать все эти изделия вот начинает универсальных повязок повязок вот у кого варикоз на ноги а вот эти тапочки вот эти шлемы повязки на голову и так далее все это вы можете приобрести у нас именно непосредственно от этого лучшего производителя вот как раз от того чьи в основном эффекты и наблюдались вот эти о которых рассказывает светлана валентина вся эта продукция подлинная натуральная с официального производства есть на нашем сайте надgar.ru мы отправляем естественно все наши продукты товары эти изделия приборы в любые города россии и любые страны мира заказывайте через наш сайт есть там такой раздел доставка и оплата но можете просто смело заказывать в любом случае с вами потом после оформления заказа вами свяжется с вами наш менеджер и уже вопрос техники только остальное ну вот собственно и все приятного вам просмотра было три вида отзывов под прошлом видео вон во первых люди писали о том что это конечно что-то удивительно это прям фантастика но да будем пробовать будем заказывать и многие заказали эти позиции купили вторая категория людей писала вот о чем говорили что мы уже покупали такие изделия ранее действительно есть вот такие такие лечебные эффекты и третья категория людей писала о том что были вот истории мол не все так чисто вот есть проблемы там присылали видео где одна женщина сказать рассказывала или сюжеты с различных телеканалов на это скажу следующее я если можно так выразиться провел свое расследование то есть получил огромное количество информации ответа на все эти вот скажем так претензии либо вот вопросы людей и есть под этим видео будет вот даже которые вы сейчас смотрите такая папочка на все эти нюансы которые вы если захотите можете посмотреть поковыряться в этом грязном белье а теперь давайте перейдем к сути ведь не просто так я решил сделать его попросил выступить второй раз светлану валентину я прошу вас добрый день во первых да и попрошу вас прям вот чтобы мое предисловие не затянулось рассказать зрителям нашим вот об этих изделиях что-то интересное на практике то есть вот то что вы в своей жизни на примере тем кому советовали прошлый раз вот вы говорили о родственниках в основном расскажите сегодня еще какие-то истории давайте там экстромном доски как пойдет у нас вот так и будет я людям будет очень интересно да я думаю тоже самая потрясающая история они я прямо начну это одна из последних историй потому что представьте себе если у меня свыше 10 тысяч покупателей и сколько у меня истории то есть людей которые приходите если я объездила там всю украину казахстан там белоруссию россию сибирь была и новосибирске кемерово и где только я не была если только дальний восток не затронула то есть сколько этих историй у меня но вот одна из последних то есть буквально она произошла вот до пандемии вот год история была такова поскольку я делаю процедуры то на эти процедуры приходят в основном пожилые люди да и очень часто тяжело больные и я была расстроена потому что но приходит тяжело больной человек чем я ему могу помочь ну например паркинсон да приходит весь дрожит красное лицо чувствует себя ужасно вот я говорю но вы знаете а я делала бесплатно пять процедур полтора месяца значит начиная 15 минут первый сеанс потому что слишком мощное очищение я уже это знала за все эти годы и некоторые боятся обострения очень сильных поэтому лучше начинать с небольшой процедурки чтобы как бы организм стронуть с места вот всего лишь 15 минут и делаю диагностику до после вот я говорю этому сергей его зовут я говорю сергей я не знаю чем я могу помочь но все равно я делаю бесплатно эти процедуры давайте я сделаю ну как говорится что будет хуже вам не будет это я вам точно говорю но я с таким заболеванием ни разу за эти годы не встречалась вот и он прошел эту процедуру 15 минут диагностика показала легкое легкое такое улучшение приходит он через неделю еще чуть-чуть улучшения приходит еще через неделю еще чуть-чуть улучшения но он по-прежнему как бы тремор у него по-прежнему все внешне признаки те же самые и представьте себе еще через неделю это четвертая неделя я второй сеанс делаю 30 минут потом делаю 45 минут он видно что-то уже чувствовал и он сказал а можно мне купить ну подушечку там он купил домой подушечку и приходит на четвертый сеанс и вы знаете открывает дверь красивый мужчина никакого тремора белое лицо я говорю серёжа это ты он говорит да я говорю а что кто с собой он говорит все у меня закончилось все мы с ним делаем еще два сеанса часовых а у него денег очень мало и он поэтому такой короткий матрасик купил метр на пятьдесят купил тапочки вот и все собственно он больше ничего не купил и мы с ним распрощались но его привела ко мне ну женщина которую меня покупала тоже она жалела его он такой хороший добрый по характеру такой мягкий хотя работает точит ножи на мясокомбинате понимаете какая ужасная работа только за это всевышний бы наказал но так вот и а он говорит светлана так у меня вот эти неприятности были с детства я падал ни с того ни с себя ну типа падучая такая да у него была я знаю что у тебя скорее всего травма позвоночника была при родах вот скорее всего атланты или что-то у тебя повреждено и от этого у тебя было уже с возрастом это накопилось ему где-то под 60 уже было и говорю тебе уже паркинсон поставили ну понятно что это последствия уже всего накопленного за за жизнь так вот представьте если у человека были такие проблемы с детства с рождения которые накопившись вот всю жизнь выдали ему паркинсон вот и у него это прошло потом представьте себе он не звонит но где-то через полгода или год а соседка его подачи говорит который привела что он хорошо себя чувствует света все хорошо а тут он не звонит это явный признак опять того что происходит духовный рост я только попросила говорю ты пожалуйста только не ешь хотя бы мясо минимум потому что и так ножи точишь вот и говорю не пей то есть если ты выпиваешь он говорит ну выпиваю я говорю постарайся не выпивать а все остальное отвечает добрый хороший живи как это так вот он мне звонит через год и говорит света слушай но мне что-то нужно еще какой-то твой совет вот еще что-то в жизни вы слушай я тебе могу гимнастику тибетских монахов показать приезжай ты начнешь каждый день делать у тебя эндокринная система будет крепче мышцы там и так далее и там подобное короче он стал мне позванивать за ростом понимаете у человека появилось желание не пить от безысходности а что-то такое делать ну представьте образование высшего нету человека да там ножи точит и вот такой эффект вы говорили через полгода он потом позвонил или через год ну где-то через полгода или год не помню точно не буду врать но где-то год может быть даже вот потому что меня удивил вот такой потрясающий эффект что скажи мне что-нибудь еще дай дай пожалуйста что вот мне что-то делать еще с телом чтобы вот еще лучше себя чувствовать да это изумительно знаете тут давайте напомним нашим зрителям такой момент что вот наша героиня сегодняшняя светлана валентина она во первых скажите сколько вам лет 51 первым ой 71 1 мая будет не зря наверное ошиблась да может быть не зря значит и вот буквально совсем кратко я вас попрошу пошли все видео прошлое смотрели наверняка новые зрители будут это видео тоже смотреть какой-то процент скажите напомните какие только прям кратко у вас были лично проблемы что вы не понаслышке не просто там вот занимаетесь в том числе распространением данной продукции но вы вылечили свои заболевания или скажем так удержали какие-то в дальнейшем у вас серьезные были проблемы потом кратко про вашего мужа и вот родственника вот чего все началось буквально кратко да хорошо я поняла значит у меня первое гипотириоз я теперь не пью ничего второе катаракта который я хожу раз два года но у меня стоит на месте остеопороз 36 процентов поражение кости потом поджелудочная железа затем был гастрит всю жизнь закончилась перстеневидным раком это скоротечная форма рака самое опасное люди живут полгода максимум с трудом доживают там если чем-то занимаются вот болели суставы особенно плечо колени голеностоп постоянный вывих такой был вот в ноге у меня в суставе пальцев была такая острая боль много лет в общем лет 30 наверное что я зимой должна была вытащить ногу из сапога когда шла пешком долго чтобы вправить эти пальцы потому что боль аж сердце заходилось вот ну постоянный кариес который мне кстати закончился вот то есть я каждый год что-нибудь должна была какую-то дырочку заделать давайте подчеркнем а то люди скажут что так сказать вот чудо кариес прошел глупости обман вы имеете ввиду что у основа кариеса не появлялась до 15 лет ни одно ни одной точечки ни одной скажите а что из этих да у вас ведь была операция но по онкологии расскажите онкология была операция потому что я уже пользовалась микросферами но где-то года наверно два одной подушкой только одной подушкой но находилась тяжелейшей стрессовой ситуации и вот эта ситуация вызвала что что я однажды упала в обморок вот то есть у меня началось кровотечение и спасло меня то что то что я подушку положила на живот как я вызвала скорую помощь а приехали пьяные все трое мужиком все пьяные и я говорю что я не могу поднять голову я ползала по полу значит на спине чтобы потому что падала в обморок не могла понять от чего они говорят у вас остеохондроз вот завтра дочку там позовите пусть вас поликлинику отвезет когда они ушли я заснула положив подушку на живот понимаете то есть не был микросфер они мгновенно заживляют то есть регенерация есть у вас порез или ожог или гематома вы положите гематома проходит через час порез закрывается прямо прирастает кусок тела вот поэтому я положила на живот и благодаря этому у меня ну остановилась кровотечение я дожила до утра но когда утром я поднялась я опять упала в обморок и тогда я вызвала вторую скорую помощь и вторая уже скорая помощь я сказала что у меня кал черный они говорят о боже в общем они тут же поняли в чем дело и меня увезли на носилках вот ну и короче а там уже сказали что форма очень плохая когда я там лежала сделали анализ что нужно удалять все мало того начались метастазы уже по лимфатическим узлам и удалили лимфатические узлы вот но микросферы были со мной в реанимации семь дней я лежала в реанимации это ад я вам должна сказать если бы не было микросфер хотя там я в цкб лежала и там специальная аппаратура такая есть которая кровь разгоняет в общем какой-то там льют жидкость мне это ничего не помогало было ужасно психологически невыносимо вот потому что все стать в общем короче это что-то ужасное я тут же просил не принесли три подушки одну под голову положил другую под колени вот для кровотока я знала что меня будет кровоток а третью на живот чтобы быстрее было заживление после операции мне же вынимали все кишки потому что я разрезана от груди до лобка вот как бы весь живот а извините сразу а что вам удалили то есть какие части кишечника и полностью желудок и сказали об этом что ничего не оставили и лимфатические узлы где были метастазы потому что они сказали что если бы хоть каплику они оставят оставят то я очень быстро умру вот и поэтому удалили все возможное но у меня после операции сказали что успокоили там что все очень чистенько хорошо где сделали вот я убеждена просто убеждена что благодаря микросферам во первых чистенько удалось все сделать потому что неделю подготовка к операции я естественно вся в микросферах палате лежала ну естественно я как психотерапевт артерапевт я прощала всех рисовала рисунки писала письма то есть я всю психологическую подготовку сделала но к сожалению мне не сделали повторную через неделю кишку я не глотала брач меня пожалел сказал махровый рак не надо ее трогать и я не увидела результата недели своей работы да вот и мне уже удалили но поскольку я неделю очень серьезно подготовилась к операции просла блестяще то есть я совершенно убеждена что благодаря этому то есть это прекрасная предоперационная подготовка человека потому что моего брата у него был обширный инфаркт он у меня кандидат физико-математических наук закончил физмат сейчас он уже доцентом профессор докторская вот и он у меня такой человек любитель жизни любитель выпить покурить в общем такой радостный очень человек разносторонний и квенщик был капитан команды и так далее очень одаренный человек и у него обширный инфаркт значит это было 17 лет назад 15 лет назад появились вот микросферы да у меня и вот он два года сделал уже две операции ему два стенда поставили потом он стал таким толстым у него вырос огромный толстый такой живот твердый он постоянно нитриклицерин глотал находился в очень стрессовом состоянии стал злой мой добрый брат который стал невыносим по характеру а поскольку у меня муж добрым стал после подушки я думаю дай подарю чтобы жену его спасти и я ему на день рождения двенадцатого декабря дарю подушку а ему третью операцию назначили на май он ждал квоты два года чтобы денег нет чтобы платить и ждал этой квоты и у него вот эта подушка была просто для сна то есть он по положит по голову и поскольку он у меня физика мы с ним как два полушария я человек закончила первое образование худограф вот художник а он такой вот двух оба полушарный физика они физики и лирики да вот и мы с ним всегда были в контрах и конечно микросферах он даже слышать не хотел что я ему рассказывала да и я говорю олег я тебе просто подарю ты тупо спи я тебя прошу больше ничего не надо мне ты мне дай слово он хорошо и что вы думаете мой критичный брат он необыкновенный такой ум критичный звонит мне через два месяца и говорит света я должен констатировать факт вот буквально говорю его словами я говорю и что он говорит а у него лысины не было у меня явно стало два раза больше волос на голове у меня подшерсток вырос у меня ты же знаешь полиартрит рук то есть о проходила только он раз год ездил и по торе и там значит у него грязи в грязях им установилась легче и ты знаешь что я сплю у меня привычка руки кладу под голову вот он так спит с детства и никак иначе и он говорит у меня прошел полиартрит это прошло два месяца у меня полностью руки как будто после грязи вот в этом в эпатуре потом я говорю слушай как здорово но это мне в копилку моих примеров потому что мне никто не рассказывал он говорит у меня явно лучше настроение стало я тебе благодарю эту подушечку хороший сон он говорит очень такой ровный хороший глубокий я говорю ну отлично в мае его кладут я жду мы все в ужасе операция серьезная потому что у него 10 сантиметровый участок в сердце 8 процентов проходимости то есть это нужно там вырезать да из ноги ему там туда вставлять вшивать и он мне звонит и говорит свет мне операцию не делают отменили я говорю что так плохо он где нет так хорошо я говорю а что хорошо он не сказали что мне свыше 85 процентов чистые все сосуды и в том числе этот участок сколько прошло времени от того момента когда ему назначили вот эту третью операцию до того момента когда врачи обнаружили что делать ее уже не нужно два года от инфаркта до 2 операции делали стенды ставили до 3 операции два года прошло и полгода он пользовался подушкой вот полгода понятно но это изумительно конечно скажите пожалуйста вот сколько времени прошло после вашей операции по раку значит 9 лет вот 9 лет каждый год я проверяюсь каждый год я глотаю кишку делаю колоноскопию значит меня делают узи внутренних органов делают щитовидку да ну мозг мама мама как называется ну понятно грудь проверяют потому что после желудка обычно рак начинается груди мочь половой системы вот и поэтому за этим строго следят тем более что у меня была миома в свое время у меня гипотиреоз да там ну понятно что я такой претендент была на это дело вы знаете что меня поразило что врачи видя то есть они видят что происходит да что у меня идеально что у меня были кисты три с половиной два с половиной на почках они исчезли что у меня совершенно идеальный стала щитовидка что у меня миома исчезла да никто пять лет даже этим не интересовался то есть вот они видят это и даже не спросят при этом я не прохожу никакой терапии я не делала химиотерапия мне не выписали после операции ни одной таблеточки не дали ни одного совета вы понимаете цкб тебя просто выписывают и дальше все зависит от твоего духовного роста я слава богу была психолог я маму вытащила из рака вы знаете все смеются над малаховым а я свою маму вытащила по книгам малахова вот и моя мама прожила 20 с лишним лет и когда ее вскрыли она была внутри молодая так вот я это все знала и делал работала с ней на психологическом эмоциональном и духовном уровне да я хочу здесь подчеркнуть напомните сказать тем кто не знает что очень важно надо было сказать вам я вот скажу что мама ведь ваша умерла не от какой-то болезни а ее сбила машина правильно машина и когда ее вскрыли она внутри оказалась молодая и врачи дали 80-летней женщине 50-60 лет они сомневались внешне пожилая а внутри они сказали что они такого не видели то есть он сказал что сосуды и сердце в таком состоянии буквально сказал что она прожила бы 300 лет он не знал какую сказать он ведь я вообще такого не видел при вскрытии а как долго она пользовалась изделение его лишь год год какими только подушка больше ничего она по телу гоняла подушку когда смотрела телевизор она даже не спала на ней так вот жизнь очень сложная об этом психологи хорошо знают и работают с этим так вот микросферы это делают они помогают вам именно вот этот слой который никто ничего о нем не знает и я мало еще что об этом знаю но он явно его разгребает а одна из истории она причем поразительно потому что это неизлечимое заболевание рассеянный склероз и я знаю у меня была молодая моя подруга на иньязи училась вот вышла замуж все было нормально у нее начался рассеянный склероз это медленно погибающий человек с которым ничего сделать нельзя вот точно так же в офис ко мне пришел молодой парень лет 36 вот так то же самое он не мог даже пуговицы расстегнуть то есть он весь скован залезть не мог на кушетку господи мне его так было жалко я говорю ты знаешь я не могу этого смотреть что с тобой происходит давай мы так сделаем я тебе дам одеяло с собой ты будешь заворачиваться вот в него дай мне только слово что ты будешь ну спать каждый день с этим и когда смотришь телевизор старайся накрыться очень максимально покрой и тело он купил подушку и я ему отдала вот это одеяло такое да там метр шестьдесят на метр пятьдесят где-то вот и все ну и ждала результатов мы договорились что где-то через месяц полтора он ко мне приедет он исчез исчез вместе с одеялом которая очень большую сумму стоит ну думаю ладно у меня таких случаев было много но моя миссия как бы помогать людям поэтому ничего страшного для меня но самое главное я не знала результата и что вы думаете а значит он мне звонит где-то года через два звонит человек я по голосу ты не знаешь его всего один раз видела и говорит светлана мне так нужна твоя помощь у девочки рак груди начался мне нужно чтобы она пришла к тебе чтобы ты помогла вот я говорю а кто вы и какой девушке он говорит ну помнишь саша у которого рассеянный склероз я говорю ах саша а где мой матрасик он ну ладно ладно принесу я говорю а как твое заболевание а он говорит подожди я выйду из кубрика а я же знаю что мой муж моряк я знаю что кубрик это море он выходит из кубрика я говорю послушай александр из кубрика ты что на отдыхе где-то он нет нет я работаю моряком я на вышел чтобы никто не слышал о моем заболевании я говорю а что у тебя его нет он нет все прошло то есть он а моряк это очень вредная форма труда это на 10 лет раньше уходят на пенсию люди после такой специально разрушается можно сказать нервная система да от этой вибрации и от экранированного пространства мой муж от моряк и я это знаю да в америке даже людей про плававших проходящих море ходящих море дольше четырех лет в суде не принимают их свидетельства то есть это считается неадекватные люди вот представьте что с таким заболеванием он пошел так трудиться но надо сказать матраса я до сих пор не вижу но при этом всевышний его не наказал значит я сильный должник его по карме видно во всяком случае человеку вот таким серьезным заболеванием это помогло это еще один случай еще один потрясающий случай был я самые тяжелые рассказываю это я только начала распространять так вот буквально первый первый месяц приходят две сестры и рассказывают следующую историю а мне потом рассказали что они сетевики и очень критичные и горит света чтобы услышать такую историю от сетевиков ты знаешь это высший балл тебе нужно ставить на твой продукт который есть они пришли и говорят обе пришли не одна сестра обе пришли вместе и рассказывает потрясающую историю они говорят у нас два года парализованный папа после инсульта два года лежит у него начались пролежни очень сильные и они уже не знали что делать они подежурили по очереди с ним жили потому что он нуждался в постоянной помощи а я как раз рассказывала что абсолютно исключает пролежни и они купили тогда еще не было матрасов они купили подушки и сделали такие карманы в пододеяльнике да и туда подушки заложили то есть сделали такой высокий из вот этих подушек матрас папе и что вы думаете потом они вот приходят и рассказывают что папе стало легче пролежни полностью зажили он стал очень хорошо себя чувствовать повеселел и они попросили его папа можно мы вдвоем на день рождения к подруге пойдем ты хорошо себя чувствуешь ночь поспишь а утром мужик тебе придем он говорит хорошо они ушли утром приходят открывают дверь папы нет кровать пустая они по соседям соседей нет они не могут понять увезли куда его увезли что с ним вообще случилось что вообще произошло почему его нет кровати два года лежащего парализованного человека мы гостигин пьем валерьянку не знаем куда звонить что вообще искать открывается дверь заходит папа и говорит вас не дождешься пошел за хлебом вы можете себе представить такую историю это просто ни с чем не сравнимая я на всю жизнь запомнила вторая история которую рассказала подруга тоже вот это самое начало истории что ее подруга должна была делать операцию у нее черный был палец на ноге гангрена вот и она вот буквально должна была там завтра пойти на операцию она пришла к ней в гости но чтобы перед операцией и поддержать и принесла подушку и пока не пили чай она говорит положи ногу на подушку потому что светлана говорит что обезболивает вот как бы тебе будет легче но они долго болтали говорит часа полтора мы сидели пили чай разговаривали ну и потом мы не уходите я говорю ну давай подушку а она босиком на подушке нога голая они смотрят розовый палец и только небольшой черный ободок по краю за полтора часа ну это что-то какой-то просто не видит прям не верится даже ну как это фантастика но это вы полагаете это так и был фантастический случай который был херсоне я эту женщину потом я ехала в николаев из херсона и вот сейчас происходит там события столько людей там видела массу людей я вообще я так переживаю звоню им вот они все ждут когда мы их освободим вы знаете они вот все это терпят а ждут когда мы освободим их от фашистов вот так что пропаганда украинская неправда так вот значит я еду с ней в николаев она ведь я сейчас не буду ничего рассказать я вам расскажу там на публике уже пенсионерка была а это ее мама маме уже было за 90 она купила эту вот подушечку и только услышала история ну знаете как все купят потому что я рассказала потрясающе но потом начинают сомневаться в общем мы как бы она особенно еще и не начала ей пользоваться ни мама не она там лежала может несколько дней и тут маму хватает инсульт ее поражает поражают правую часть тела перекашивается лицо вываливается язык значит рука нога вот так вот ходуном там ходит да они вызывают скорую помощь он она и сын скорую помощь возится с ней очень долго говорят ну не мы ничего сделать не можем она умрет просто ну смиритесь с этим а внук так любил бабушку и он он не мог смириться он говорит я вызову вторую я не верю он вызвал вторую скорую помощь вторая скорую помощь возил с ней очень долго и опять сказали утром вызывайте врача она умрет вот и вдруг она вспоминает об этой подушке и внук начинает этой подушкой вот по пять минут по каждому участку тела я говорила вот спереди и сзади старайтесь вот по пять минут держать сверху донизу ноги голова ноги голова когда значит такие сеансы делать чтобы привык организм каждый участок дать кровотоку не ждать показ головы как у моего брата да это произошло но помогите организму побыстрее потому что нас ноги прежде всего сдают вот поэтому очень важно ноги тоже пройтись и он начал это делать она говорит что мы час наверное это делали полтора долго устали очень сильно и положили подушку ей под голову и пошли пить чай попили чай побеседовали заходят в комнату а бабушка сидит на кровати и застегивает пуговицы утром приезжает врач утром приезжает врач ее констатировать а врачи ну терапевты они знают семью как свою семью да вот это один и тот же врач и она аж села у порога потому что бабушка сидела на кухне за столом и кушала жареную картошку вот что делать то есть гематомы не только внешне это я на себе видела синяк проходит а гематому внутри полностью если свежая то вот такой эффект течение часа вы понимаете я хотел бы уточнить значит я правильно понял что ну конечно у кого есть возможности идеальный вариант это конечно капсула вот эта универсальная потому что весь организм потому что весь организм под воздействие данные сразу подпадает это идеальный вариант второе ну подушку само собой то есть иметь надо соответственно тапочки имеет смысл особенно у кого если проблема с как говорится нижней частью конечностей да то есть это по тогда это понятно тем более грибок ну тут вопросов нет там что касается маски для сна ну это потому что удобно действительно особенно у кого с глазами проблема а вот что касается вообще у кого то там болит то здесь то универсальная повязка подойдет вполне тем более что действительно вот по схеме видно что она вяжется и фиксируется на любые практически участки тела это спина это так сказать и забедренные суставы и прочее прочее ну и пожалуй это наверное все зачем что-то еще в принципе согласны ничего да согласно да теперь застаревшими инсультами это у меня масса случаев масса но расскажу о моем любимом владимире когда он ко мне пришел ему было 66 лет вернее он его завели его завел шофер потому что он не мог сам водить машину он очень плохо себя чувствовал постоянно у него такое головокружение вот так вот плечо одно выше другого а такой интеллигентный бизнесмен прошлом такой успешный человек неуверенный еле вот заходящие глаза вот такие расстроенные домиком вот я его диагностирую диагностика показывает 50 процентов для его возраста 66 лет тогда это было лет 10 назад вот все все прекрасно я говорю послушайте у вас говорю нормально поэтому сразу сделаю сильную процедуру долгую вы не переживайте а сейчас по делам отойду приеду и мы с вами поговорим что вы думаете я подъезжаю к офису а его шофер выводит буквально под руки еле живого я слава богу я встретилась я значит говорю вы куда он света мне так плохо вот точно так же как перед инсультом все все меня домой домой я говорю назад вот я раскладываю меня диван значит раскладываю его кладу его на диван и говорю лежите спокойно полежите час после процедуры он света я не могу меня сейчас инсульт хватит я говорю ничего вас не хватит у вас было 50 процентов я знаю в каком и состоянии он не доверяет потому что от безысходности страх дикий через час да когда его мои мои работники протестировали с 50 у него упала на 15 на 10 с 50 процентов на 10 то есть состояние обострения понимаете вот когда я его подняла через час после процедуры дала ему попить водички посадила и диагностирую его у него 83 процента это я вижу вот постоянно эти истории что обострение сразу дает а потом вот такой мощный пролонгированный эффект вот мы стали с ним друзья он такой был неуверенный что он даже попросил психологической помощи то есть я там как психолог с ним работала потому что ну вы представьте он уже столько времени ходит его водят человек который уверенный в себе мужчина был да бизнесмен это страшно для мужчины он увидев этот эффект он купил большую подушку 50 на 70 он купил жилет позвоночник он купил тапочки шапочку купил да вот я говорю будешь ко мне приезжать постоянно я буду диагностировать делать сеансы будешь приезжать и дома будешь вот этим пользоваться единственное что у него вот перекошенный был позвоночник вот такой явно что ему надо было править шею вот я говорю что вот так вот всю жизнь ходишь он да я говорю остеопат я его послала к остеопату а сейчас он уже у бубновского там вовсю качается и так далее прошло 10 лет ему было 66 сейчас ему 76 надо сказать что жена его она ну жила одна он с ней очень дружил дети ну как бы так получилось все они нормально были так вот он пользовался микросфермы жена его уже умерла от инсульта он жив по сей день ходит к бубновскому занимается и они великолепно со своей вот женой теперь бывшей любовницей они живут оба здоровы и прекрасно себя чувствуют оба естественно пользуются во всю микросферами вот да у него выправился после остеопата еще и позвоночник то есть это добавочная помощь чтобы кровоток шел хорошо к организму мало того что идеальные сосуды стали но надо и позвоночник тоже править следующая история история связанная с ампутацией тоже ноги звонит мне мужчина из москвы у которого маме ампутировали стопу а и он звонит и помощь про просит я уже в таких случаях садилась на машину ехала с диагностикой прямо к человеку я практиковала такое чтобы ну непосредственно увидеть когда такие она говорит он говорит у нее пролежни нога не заживает сочится я не знаю что делать а парень такой победитель россии по борьбе по каким-то видам борьбы какой-то китайской вот такой любящий маму необыкновенно нанял ей женщину которая за ней ухаживала я прихожу у нее культя вот это незаживающее да у нее показала она ее пролежни я не аж плохо стало до кости в позвоночнике дыра вот и она взяла вот на эту пролежню значит такой вот мешочек чтобы одевать пояс на вот эту где у нее пролежни дыра вот подушку она взяла и все и я походила где-то с ну где-то с месяц и у меня как раз вот это падение в обморок и рак мне звонит через месяц где-то через полтора ее сын и говорит Светлана я тебя должен поблагодарить а я говорю а что с мамой он говорит мама прекрасно себя чувствует культя зажила пролежни зажила ей уже сделали этот ну как то ну стопу да вот то есть у нее все хорошо вот вам еще один совершенно потрясающий случай да у нее еще вдобавок очень болел желудок она мне жаловалась что постоянно там жога постоянно плохо я говорю знаете вы наверное подсолнечным маслом пользуетесь обычным который в магазинах продается она говорит да я говорю не надо им пользоваться покупайте оливковое масло там льняное хорошее масло не жалейте на это деньги вот у вас это прекратится потому что микросферы они начинают работать с желудочно-кишечным трактом начинает его приодить в порядок и у нее и это явление полностью закончилось значит что было люди должны понимать что происходит с организмом он начинает в целом приходить в порядок в целом и поэтому эффект будет очень интересный в первую очередь вот как с мозгом потому что там жидкая консистенция желудок и мочь половая система и кровь то есть вот жидкости все в первую очередь приходят в порядок потому что они считывают информацию а пропорции вот этих шариков имеют пропорции золотого сечения потому что это естественный эффект эффект какой взорвало стекло а при взрыве это процесс природный понимаете все что делает природа она все делает по законам золотого сечения то же самое тут золотое сечение а мы с вами жидкость так вот жидкость в первую очередь начинает считывать это откуда я об этом узнала ну у меня такой дар открылся я беру информацию как бы и я спросила что же такое откуда это вот необыкновенное чудо что происходит с людьми и мне пришло такое стихотворение тебе пою я оду подушки спаситель народа она попадает в ваш дом и свет наполняет его свет где-то внутри у вас горит еле-еле сейчас но луч его в ней отразится и к вам опять возвратится вы вспомните свой идеал и свет его вас обласкал пусть это стекло и каменья но в них золотое сечение структуру свою сохранит немного на солнце лежит опять в руки к вам попадает и свет вам снова возвращает от самых глубин души достанет тот лучик земли отдаст ей все горе и беды и небо примерит одежды возьмите меня говорит и сердце навстречу летит вот пришло такое стихотворение а я очень доверяю информации которая мне приходит и я впервые вот это слово золотое сечение ну начала говорить а потом оказалось когда на кафедре физики ну делали эксперимент это действительно так то есть вот этот дополнительный эффект золотого сечения и мы с вами жидкость вы понимаете структурирование происходит а коль происходит структурирование наш желудочно-кишечный тракт мало того что плюсы все ушли и наша пища которую кишечник сжал да она у нас прилипает к стенкам которые минус заряжены она начинает течь выходить вот например я уже хожу после каждой пищи в туалет потому что она у меня там не залипает нигде то есть этого не может как бы теперь происходить а когда в начале был желудок у меня когда был желудок что у меня произошло я такой мясник любила жареная курица гриль я прямо аж трясусь эту курицу съесть и вдруг я иду слышу запах а меня тошнит вы понимаете тошнит меня тошнит когда я вижу на прилавках лежат пирожки жареные я помню это свое ощущение что я иду по вокзалу и думаю боже это же невозможно есть на то что лежит на витрине а лежит в тесте сосиска лежит курицы кусок лежит жареный пирожок понимаете я смотрю на это как на траву я которая это ела с утра до вечера всю жизнь вот я подумала боже я наверное заболела то есть ну что кое меня тошнит на это что то совсем думаю у меня плохо уже желудка и что вы думаете приходит женщина и не одна и рассказывает свет она что-то подташнивает нажаренное я говорю стоп это эффект микросфер то что они делают они останавливают в нас живут жители микробы глисты бактерии да грибы особенно они имеют свою частоту вибрации мы имеем как люди свою частоту вибрации вот эту как микросфера имеет диаметр там от пятнадцати до трехсот нанометров да мы в этом диапазоне они же имеют свою вибрацию там ниже и они живут в нас а в нашем поле образуются такие пробои вот если по кирляну сделать там снимок да у нас пробои в больных местах естественно эти жители там существуют и вибрируют в своих вибрациях когда мы с вами это диагностика моя показывает начинаем пользоваться этими изделиями первое что делают микросферы приходят люди у них все в разрывах абсолютно поле я может быть в следующий раз приготовлю эти фотографии вам покажу дыры да вот они сеанс прошли тоненькой полоской но абсолютно заделанное все поле человека понимаете а потом это поле начинает расти так что происходит получается что мы начинаем нам возвращается наша частота вибрации и те жители которые в нас живут они не могут жить в этой вибрации то есть они начинают прекращают размножаться их жизнь короткая прекращается их жизнь и наш мозг уже руководят не микробы глисты бактерии нашим мозгом да которые заставляют есть то что они любят есть они начинают наш мозг оживает он начинает думать как вот кошка которая никогда не съест колбасу из магазина да вот то есть он начинает думать как очищенное от них существо без эгрегора глистов грибов и так далее вот откуда появляется вот это интуитивное в пище магазин придешь это не надо а это есть вот микросферы этот процесс включают а нам очень важно что мы едим я не столько была заинтересована тем что лечатся потому что я психолог понимаете мне интересен именно рост человека духовный именно вот это а на духовном росте человек питание меняет прежде всего без этого ну никак никак не сдвинуться с места так вот микросферы медленно с любовью то есть что такое свет это божественная любовь каждая наша клеточка светится божественным этим светом да он отражается и мы на связи находимся я говорю что это как алтарь понимаете потому что ко мне пришел священник это совсем недавно это было два года назад в рясе ко мне заходит священник вот во время пандемии вот я значит я говорю а что вас привело а он говорит да я увидел рекламку вашу в церкви а у меня покупала буквально машины загружала монахиня одна из монастыря она приезжала и говорила света у нас жизнь в монастыре стала совершенно другой мы так легко встаем на молитву мы так легко служим то есть короче мы тебе так благодарны она приезжала на машине в рясе загружала подушки и везла в монастырь и она положила там рекламку вот мою это много лет назад было вот лет десять назад и он вот вот полтора года назад он ко мне приходит эта рекламка там еще до сих пор лежит вот вот и он нашел меня и говорит у меня родился ребенок там четвертый или какой уже много детей у него врачи его списали сказали что у него нет двигательной активности никакой рефлексов вот и он говорит ну что богу угодно вот ну понятно это позиция как бы священника и он говорит вот как бы вот я прочитал может быть ему будет легче я говорю конечно и он покупает пятьдесят на семьдесят вот эту подушку я говорю пусть ребенок на ней лежит приходит священник ко мне такой веселый и и говорит Светлана у моего ребенка все функции нормальные все абсолютно вернулось и он пришел покупать побольше он вырос рост а на пятьдесят на семьдесят он пришел покупать метр сорок на семьдесят ну побольше подушечку а потом уже он покупает и друзьям там жилеты чтобы служба легче шла вот ну в общем под рясу они одевают и на службу ходят вот вот такой удивительный случай именно с людьми которые на духовном очень высоком уровне да но которые естественно люди у них есть тоже кармические различные вещи которые вот дети рождаясь берут они же работают тоже с нами происходит обмен такой полями нашими вот и вот ребенка в микросфере вот спасли причем человека именно имеющий такой вот сан это еще один потрясающий случай что ж Светлана Валентин я вас благодарю за данную встречу много интересных важных историй и давайте сделаем уже так тогда если будут вопросы вот зрители к вам какие-то и что-то захотят они пояснить или что-то им там дополнительную информацию такую-то запросить то тогда мы уже я запишу вам пришлю эти вопросы и мы тогда видео сделаем еще именно на конкретные ответы на вопросы да может быть так давайте поступим да ну что ж да да благодарю вас за интересную встречу благодарю все до новых встреч